всем привет проходим дальше задание поговорить с доктором маммари назваться опасная мысль танчик тебя-то я тут как раз ждал вот это они тут рэмбо сейчас как гранаты 5 полетят давай себя поджигайте глупые идиоты давай жди себя все прилетели но как занервничал а муту как молотова а а а Да! Да, я знаю. Я глупый. Не глупый. Да. Да, но я специально. Твоя головка болит, брат. Твоя головка болит. Твоя головка! Будет сломать твои головки! Жень, 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 жень. Да вы вообще саплики. Почти что одним выстрелом. Двух зайцев. Какие тут вкусности. Чуть-чуть в сторону отходишь. От основного задания и все. Куча плюшек. Куча этого коктейля молотого. Ладно, заодно уж поднимусь. Так и будет. Так, чисто. Ну, дождика мне тут не хватало. Давай, досыпай. Улети. Улети. Молота. Военные деньги. Херня. Сколько тут полезного. А то покупать все это в магазине. Никаких денег не хватит. Рейдеры. Вас не видят. Эх, сейчас стреляет. Тут кого-то уже перебили. Гудень. Гудень. Гуденькборг какой-то. Пойдем смотреть. Так-так, а вот наш детектив. Выслежь ваш неверного муженька. А ты, типа, как там это называется? Юморист. А ты кто будешь? Ну, обесталась на побегушках у Валентайна. Мы работаем вместе. Да, ну. Когда тебе повезло, страховку для партнеров нашего великого сыщика мы оформляем со скидкой. Страховка, значит? Ну, рассказывай. Страховка для персональной защиты. Выкладывай все, что у тебя в карманах или с тобой начнут происходить несчастные случаи. Страшные случаи. Тот там впервые заглянул. А тебе какое дело? Не уважаешь своего мэра, Финн? Я сказал, не десь к нему. Ты размякокок. Будешь позволять чужакам помогать нами? Да ладно тебе, ты говоришь, мне такие вещи в лицо. Дай я тебя. Фу. Ну вот зачем так себя вести? У меня сердце ведь. Че у тебя с лицом? Нравится? По-моему, смотрится очень секси. В эстетике зомби. Там очки обожают. Видишь ли, я гуль. И тут в округе еще много радиоактивных уродцев вроде меня. Так что лучше помолчать. Добросовестное... Добрососедство город посторонним... Добрососедство? Так называется? Да. Это... В этом городе селятся всякие рудачи и отщепенцы. Вот видишь, нужно только обзавестись здесь друзьями, и этот город станет твоим домом. Только называй, кто тут главный. Че тут кому навалять? У меня море, взрывчатки, гранат, бомб, ракеты, мины... Пусть братства стали не лезет сюда. А ты нормальный? А у тебя рожа... Ненормальная. Где тут? Квест. Куда идти? Ну вы тут мафиоза устроили. Че один городок? Отель... Рекс... Форт... Танцы, шманцы и обниманцы. Мэмори Дэн. Так-так, мистер Валентайн. Я уже подумал, вы совсем про меня забыли. Ну что ты, Ирма, я приходил сюда, чтобы вспомнить забытое. Ха, вижу, ты не растерял шарма. Амори внизу. Это что такое? Спа? Салоны? Че там за гараж. И так чё-чё чёрный уже. Тебе нужна Амори, и она внизу. Ирма, не знаю, что вы с Ником затеяли, и даже знать не хочу, если честно, но береги его, ладно. Он такой душка. Гримюрка. Вся фигня, как положено. Второй этаж. Пачка сигарет, да тут не пачка, тут целый блок. Стой. Я иду. Доктор. Тут хоть брать можно. Воды, мне не надо воды, грязной. Веселье робко. Вы нашли выпуск журнала робко-веселье, включать себя голозапись с игрой. Вилка. Где еще лекарства? Вилка. Где еще лекарства? Че у вас холодильники? Все ржавые. Если люди хотят извлечь из глубин, обычно мы разрешаем клиентам переживать только их собственные воспоминания. А что случилось? Амари нам нужно порыться в памяти одного человека. Но это будет непросто, его зовут Келог. Вы с ума сошли? Мало того, что вы просите меня надвигаться над трупом, для этого симуляция воспоминаний нужен живой мозг. Пожалуйста, Ник сказал, что с этим он может справиться. Амари в этом мертвом мозгу находится информация об институте, и самый ценный секрет во всем содружестве. Эта информация нам нужна. И вам. Ладно, я посмотрю, но обещать ничего не могу. Этот мозг, он у вас? Вот все, что мне удалось извлечь. Что это? Это не мозг. Это хипокамп. Эта схема выглядит очень знакомо. Неудивительно, насколько я могу судить, все технологии института основаны на общей архитектуре. Ник с старой моделью, он может подключиться? Об этом как раз я и подумала. Если нам повезет, все будет круто. Мистер Валентайну нужно пойти на огромный риск. Не волнуйся за меня, Мари, подключайте. Спасибо тебе огромное. Спасибо скажешь, когда мы найдем твоего пацана. Когда вы готовы, мистер Валентайне. Устраивайтесь поудобнее. Если вдруг начнут зловеще смеяться, как старый наемник просто пристрелит меня. Давайте посмотрим. Я требую, чтобы продолжать говорить с меня, мистер Валентайне. Какой слегка изменения в твоих функциях когнитивных может быть диод. Ты чувствуешь что-то разное? Много флэшов. Статичный. Я... Я не могу понять, что это было, доктор. Это то, что я боялся. Воспоминания закодированы. Похоже, это блокировка института. Воспоминания защищены шифром. Должен же быть какой-то способ. Надо подумать. Шифр сложный для одного разума. Но если использовать два... Я ползу вас с мистером Валентайном в капсулы памяти и запущу ваши когнитивные функции параллельно. Они выполняют роль хоста в наше... а ваше сознание будет анализировать найденные воспоминания. Хорошо. Давайте начнем. Сядь там. И... Сядь туда. Сядь туда. Сядь туда. Телевизор. Клево. Башку я не поворачиваю от никуда. Начинаю перенос мозговых волн. Я вижу мнемоническую активность в трансплантанте. Мы загрузим во самые сильные воспоминания. Они могут оказаться нестабильными. Слышите меня? Отлично. Симуляция вроде работает, но воспоминания довольно отрывочные. Я постараюсь провести вас под тем местам, которые сохранились полностью. Будем надеяться, это поможет выяснить координаты института. Вот это самое раннее воспоминание, которое мне удалось обнаружить. Чё это за хрень? Не забывайте, вы проживаете эти воспоминания как Келк. Поначалу это может сбивать с толку. Выключи радио, я же сплю. Папа либо шлялся где-то целыми нями, либо сидел дома пьяный. Наверно, он был в одной из банд. Но чем именно занимался, никогда не знал. Не понимаю почему. Мама его бросила. Возможно, когда-то он не был таким козлом. Кажется, это не то, что нам нужно. Похоже, в это временном отрезке что-то еще сохранилось. Вот оно. Попробуй вот это. Счастье штука такая, пока она есть, ты его не замечаешь. Ну, то есть, можно убеждать себя, что ты счастлив на самом деле. В это не верить. Думать о повседневной мелочевке, работе или еще чем. Только оглядываясь назад и сравнивая настоящее с тем, что было раньше, ты понимаешь, что такое счастье. Все будет хорошо, вот увидишь. Мы здесь никого не знаем, а теперь еще ребенок. Да ладно, Сара, ведь это наш шанс. Наконец, у меня будет нормальная работа в республике. Я сейчас такую не найдешь. Я же не говорю, что это ошибка. Просто... Чем занимаются эти парни? Они какие-то зеленые. Знаю, именно поэтому я им нужен. Всего пару лет, и у меня будет своя команда. Нужно только наладить связи. Тогда у тебя будет все, что ты захочешь. И у малышки Мэри. Раньше я тебя не волновала. Наверное, материнские инстинкты срабатывают. Кто бы мог подумать? Да ладно, ты замечательная мать. Обо мне не беспокойся большую часть времени я работаю охранником. Уши просто стою с суровым видом. И все. Ну, да, для таких работ ты точно подходишь. Слушай, у нас все будет хорошо. Продолжай поиски. Я подключу вас к следующему сохранившемуся воспоминанию. На какой финал ты рассчитывал, Келлок? Думал, что сможешь нас поймать, а мы тебя не поймем. Так вот, зная, они сдохли, как собаки, и ты не смог их защитить. И ты... И ты не был там, чтобы помочь им. Я нашла еще одно воспоминание. Я вас подключу. Воспоминание 3D. Всегда был человек, который хотел с кем-то расправиться, иногда только побить, но чаще всего прикончить. Иногда клиент думал, что сможет меня перехитрить. Обычно это происходило, когда я только прибывал в Новый город. Меня это волновало. Я считал, что частью работы небольшим бонусом. Так или иначе, в конце концов, свой гонорар я получал всегда. Дальше я мало что помню. Все расплывается почти всегда. Там присутствует бар общий момент из всех этих историй. Это универсально. Ну, мы seem to be getting closer. Попробуй, следующее. Мистер Келлог, я рад, что вы согласились со мной встретиться. Значит, вы из института. Мне хотелось узнать, действительно вы ли существуете. Про институт ходили разные слуги, но лично я думаю, что это просто страшилка, на которую удобно списывать все несчастья. Он существовал, это правда, но его люди на поверхность не выходили и во всем полагались на синтов. У них были нужные мне ресурсы, а у меня знания. Контракт оказался долгосрочным и меня вполне устроило. Существуем, как видите. Уже теплее и одно из следующих наверняка нам пригодится. Похоже, воспоминаний больше не осталось. А нет еще одно почти целое. Теперь я стал главным агентом института в Содружестве. Если институту что-то требовалось, его люди обращались ко мне. А обычно люди из института сами за задания не ходили. Но в тот раз было иначе. Я не знал, что за человеком они должны были захватить в убежище. И они, конечно, тоже. Это же убежище. 111. Все компьютеры все еще работают. Это хорошо. Посмотрим через логи. Надеюсь, это все. Просто найдите его. Подси-6. Подси-6. Сверху до конца. Уже тогда было ясно, что не стоило оставлять его в живых. Я лучше многих понимал, что вместе мне не избежать. Но я был сам анаген и решил, что с каким-то слабаком без убежища я справлюсь, даже если его разморозят. По крайней мере, я знаю, что эти ублюдки из института тоже скоро получат по заслугам. Если он даже меня смогу одолеть. Они тем более... Вот она здесь. Хорошо, что мне не пришлось убивать малыша. Конечно, убил бы, если было бы нужно. Но такие вещи никогда мне не нравились. Да, наверное, младенец действительно напомнил мне о ней. Хоть я и гад бесчувственный, но все же человек. Лучше уж так лучше, чем забрать малыша, а оставить в живых и ее. Хорошо, что мне не пришлось убивать малыша. Я не говорю, что я не сделал, но... Я никогда не нравился. Я никогда не знал, почему мы не просто разорвали остальные. Но мы были наши ордеры. Я думаю, что старый человек... Все закончилось, мы живы. Почти. Все будет хорошо. Иди сюда. Не забирайте его. Нет, стойте. Отпусти его дважды, повторять не буду. Шона, я вам не отдам. Черт возьми, забираем ребенка и валим. Хотя бы запасный план есть. Повторный запуск реагерного процесса. Почему так долго? Еще немного, Килл, осталось только подтвердить. Готово. Можем идти. В общем, извините за то, что вам снова пришлось это пережить. Еще одно непровережденное воспоминание. Это ваш сын? Воспоминание, похоже, совсем недавнее, так что, наверное, это хорошая новость. Это была не моя идея поселиться с ребенком в центре Даймонд-Сити. И на самом деле мне казалось, что это просто чудовищно. Но это был один из проектов стариков. Так все и получилось. Получше я. Веселая семья. В конце концов, мне даже понравилось напомним его о том, какой могла бы стать моя жизнь. Но время спеть не повернешь, я знал, что это ненадолго. Скоро все пойдет по-старому. Мне важно поменьше светиться перед гражданскими. Ладно, проехали. Но вы приказывает тебя. Один из наших ученых покинулся и тут. В смысле покинул? Сбежал. Его зовут доктор Брайан Вирджил. Мы знаем, что он прячется где-то в светящемся море. О-о-о. Кому-то за такую голову оторвут. Поймать и вернуть или просто устранить. Устранить он работал над суперсекретным проектом. Серьезно? Один из биологов? Клево. Ребенка, полагаю, ты забираешь с собой. Именно у тебя одна задача найти и ликвидировать Вирджил. Вирджил. Ты отведешь меня домой к отцу? Да. Встань рядом со мной и не шевелись. Вирджил. Окей. Ну ладно. Ну ладно. Ура. Это все уже, но и все же. Ура. 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 Телепортация, теперь все ясно. Вход в институт не нашли, потому что его нет. Я вытащу вас оттуда, когда захотите. Эй, тут он в тарабане. Только не спешите, я не знаю, какие побочные эффекты может вызвать эта процедура. Такого еще никто не делал. Как себя чувствуете? Все нормально, доктор. Спасибо. Это хорошо, но вам нужно будет еще столько проследить за своим состоянием. Что обсудим, что там произошло? Мы выяснили все, что хотели для входа в институт. Применяется телепортация, да их величайшая тайна раскрыта. Но это ставит еще больше вопрос, как все это работает? Что нам делать дальше? Тот ученый, которого должен был выследить Келаг, Верджил, его нужно найти. Верно, наверняка ученые из института могут ответить на самые разные вопросы. Где его искать? Светящимся моря? Не может быть. Никто вздравом метода не полезет, даже тот, кто попал в безвыходную ситуацию. Почему? В чем дело, что такого опасного о светящемся море название говорит само за себя радиация? Есть столько, что в живых там не осталось ничего. Ничего хорошего. Это зараженная территория, зараженная настолько, что может убить человека за несколько секунд. Вот почему в Верджил не было никакого смысла бежать в это адское место. Одна радиация. Вот почему он пришел туда, чтобы люди института не посмели сунуться за ним. В чем дело, похоже, он использовал радиацию, светящуюся море, как щит или маскировку, и получить преимущество. Если Верджил там выжил, то и вы сможете. Доктора, как мне против стать радиацией? Есть препараты радиксантер-1, вам не понадобятся столько, сколько можете унести, даже больше. Если сумеете добыть герметичный костюм прекрасно, силовую броню, это был бы идеальный вариант. О нет, я туда не пойду, это безумная идея. Погружаться в воспоминания мертвеца, это не безумная затея. Раз получилось, получится и второй. Вы, конечно, подумайте, что других вариантов у вас нет. Вам нужно идти. Мистера Валентайна, я уже отключил, а имплантант извлечен. Ого, какое интересное задание. На этом я закончу видео. Если вам понравилось, ставьте большие пальцы вверх. Комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok